Ещё пару месяцев назад на этом месте был пустырь. А сейчас вовсю кипит работа по благоустройству новой общественной территории. Так называемый Зелёный остров карачаевские местные жители облюбовали уже давно. Да только никаких условий для комфортного отдыха здесь не было отродясь. Но уже через пару месяцев эта территория преобразится до неузнаваемости. На сегодняшний день проведены работы по расчистке пруда, спелс сухостоя, ведётся вертикальная планировка, ведутся строительно-монтажные дороги по лестничному спуску. Также ведётся работа, как видно за моей спиной, строительства горного креативного кластера. Напомним, что ещё в августе прошлого года в рамках конкурса «Малые города и исторические сельские поселения» активисты из Карачаевска выиграли 80 миллионов на благоустройство своего зелёного острова. Администрация Карачаевского городского округа и правительство Карачаева-Черкесии добавили к этой сумме ещё 26 миллионов. Итого более 100 миллионов на создание комфорта. Пока сложно представить, что из себя будет представлять обновлённый зелёный остров в Карачаевске. На самом же деле на территории почти в 7,5 гектаров расположится много чего интересного. В том числе несколько кафе, пирс, экотропа, мангальные зоны и обязательно детская площадка. И это далеко не все запланированные на этой территории объекты. Согласно дизайн-проекту, для жителей гостей Карачаевска здесь возведут творческие мастерские, проложат тропы для езды на велосипедах и самокатах, установят большой пирс и сцену-ринг для торжественных мероприятий. Будет волейбольная площадка, пляжный волейбол и мангальная зона. Мы там организуем три зоны, чтобы дети с семьёй, друзья могли приходить, как на кемпинг. Абсолютно бесплатно, чтобы мы могли отдохнуть. Работы на территории продолжаются согласно графика. Подрядчики планируют завершить благоустройство Зелёного острова уже к сентябрю, что станет для горожан отличным подарком к празднованию векового юбилея Карачаева-Черкесии.